Здравствуйте! В эфире Вести Утро Кабардино-Балкария. В студии Елена Кушхова. Спасибо, что встречаете новый день с нами. В республике сегодня день памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Напомню, эта дата была установлена в 2008 году указом президента Кабардино-Балкарии после трагических событий 13 октября 2005-го. Сегодня в Нальчике пройдут памятные мероприятия. Во всех управлениях силовых ведомств сегодня пройдут встречи с родственниками погибших полицейских. У памятников и мемориальных досок сотрудникам правоохранительных органов состоятся митинги и возложения цветов. Сегодня дань памяти республика отдает тем, кто ценой своей жизни защитил закон и правопорядок. Шесть лет назад, в такой же октябрьский день, практически одновременно боевики атаковали здания силовых структур в Нальчике. В то, что дым над городом и автоматные очереди – это не учение, а реальное быстолкновение, в первые часы верилось с трудом. 13 октября навсегда осталось днем трауров в семьях 35 сотрудников правоохранительных органов и 12 мирных граждан. Более 100 человек получили тогда ранения. Были убиты 95 нападавших. В последующие годы скорбный список погибших в борьбе с террором пополнился. И эта печальная статистика, увы, не окончательна. Противостояние продолжается. С 2006 года по инициативе Министерства внутренних дел по КБР и при поддержке главы республики семям погибших сотрудников оказывается материальная помощь. В этом году МВД планирует выплатить по 10 тысяч рублей каждой семье. К другим темам. Все сильнее накаляются страсти вокруг шахматных баталий, которые чуть меньше недели назад развернулись в Нальчике в интер-отеле Синдика. Сегодня у шахматисток выходной. Для участниц турнира подготовлена культурная программа. К примеру, китаянки готовятся к поездке в Лискенский район. Ну а за шахматные доски спортсменки-интеллектуалки вернутся уже завтра. И это будет пятый раунд третьего этапа Гран-при Фиде среди женщин. Молодой композитор из Кабардино-Балкарии покорил петербуржских меломанов. В северной столице страны завершился второй международный конкурс арфистов имени императрицы Елизаветы «Золотая арфа». Руководил конкурсом тоже наш земляк. Сын известного маэстро Юрия Тимирканова Владимир. За признание поклонников камерной музыки и главный приз 700 тысяч рублей боролись участники из 18 стран. Они исполнили два обязательных произведения. Наш земляк, аспирант композиторского факультета Петербургской консерватории Мурат Кабардоков, одну из своих работ написал специально к этому конкурсу. Его фантазию на тему русской народной песни «В опале береза» стояла, высоко ценила жюри, в составе которого известные российские и европейские музыканты. А по завершении конкурса они сделали Кабардокову весьма заманчивое предложение – написать концерт для арфы с оркестром. В Кабардино-Балкарии возрождаются шермицы и старинные национальные казачьи игры. Совсем недавно юные представители Терско-Малкинского казачьего округа приняли в них участие и небезуспешно. Подготовку к своего рода службе в армии с ребятами прошла и наша съемочная группа. Искусство верховой езды, полоса препятствий, кросс по пересеченной местности, стрельба по мячениям и строевая подготовка – статин, строин, уважение, достоин. Всего в программе Катеревских шермицей 2011 – 9 пунктов. Создания для школьников, а они представляли 6 команд из Майского и Прохладинского районов, были непростыми. В основу современных шермицей положены станичные игры, которые приурачивались раньше к праздничным датам. И кроме развлекательного аспекта имели и глубоко практический характер. Для молодых – опыт, а для бывалых казаков – тренировка. Для нас, казаков, очень важно, чтобы молодежь сохранила традиции своих предков. И прежде всего физическое здоровье, прежде всего, чтобы они были всегда готовы защищать свое отечество. Александр Казков, несмотря на школьный возраст, орудует шашкой, как бывалый казак. Также мастерски владеет он и рубкой лозы. В итоге 16-летний Александр, не имея особых навыков, выигрывает. Видимо, генетическая память не подвела. Должны не только мальчики знать все это, но и девочки тоже должны участвовать в таких соревнованиях, узнавать историю своего казачества. Казачьи игры – это не рядовое событие. Они позволяют привлечь молодежь к спорту и сохранить народные традиции, считает атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества Николай Любуния. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести утро. Кабардино-Балкария. К этому часу у меня вся информация. Следующий выпуск ровно через полчаса. Оставайтесь на канале Россия. Здравствуйте. В эфире «Вести утро. Кабардино-Балкария». В студии Елена Кушхова. Спасибо, что встречаете новый день с нами. В республике сегодня день памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Напомню, эта дата была установлена в 2008 году указом президента Кабардино-Балкарии после трагических событий 13 октября 2005-го. Сегодня в Нальчике пройдут памятные мероприятия. Во всех управлениях силовых ведомств сегодня пройдут встречи с родственниками погибших полицейских. У памятников и мемориальных досок сотрудникам правоохранительных органов состоятся митинги и возложения цветов. Сегодня дань памяти республика отдает тем, кто ценой своей жизни защитил закон и правопорядок. Шесть лет назад, в такой же октябрьский день, практически одновременно боевики атаковали здания силовых структур в Нальчике. В то, что дым над городом и автоматные очереди – это не учение, а реальное быстолкновение, в первые часы верилось с трудом. 13 октября навсегда осталось днем трауров в семьях 35 сотрудников правоохранительных органов и 12 мирных граждан. Более 100 человек получили тогда ранения. Были убиты 95 нападавших. В последующие годы скорбный список погибших в борьбе с террором пополнился. И эта печальная статистика, увы, не окончательна. Противостояние продолжается. С 2006 года по инициативе Министерства внутренних дел по КБР и при поддержке главы республики семьям погибших сотрудников оказывается материальная помощь. В этом году МВД планирует выплатить по 10 тысяч рублей каждой семье. Вопросы социальной защиты, но уже льготных категорий граждан обсуждали накануне на заседании общественной палаты. Прошло оно по инициативе комиссии по трудовым отношениям и социальной политике. Тема обсуждения обеспечения жильем социально незащищенной категории граждан, инвалидов, ветеранов и льготников. Особое беспокойство члены комиссии выразили по поводу проблем с выделением жилья ста детям, оставшимся без родителей. Причина тому – недостаток средств, однако идет поиск вариантов решения. В районах республики неимущим выделяют земельные участки. Действительно, человек без жилья – это как бездомный. А мы на сегодняшнем этапе развития нашего общества не можем допустить этого. Решение данной проблемы не может быть молниеносным. Однако сейчас активизируют строительство социального жилья. Несколько многоэтажек практически готовы к вводу в эксплуатацию, к примеру, на улицах Чеченской и Московской. В проектах следующие. К другим темам. Все сильнее накаляются страсти вокруг шахматных баталий, которые чуть меньше недели назад развернулись в Нальчике в интеротеле «Синдика». Сегодня у шахматисток выходной для участниц турнира подготовлена культурная программа. К примеру, китаянки готовятся к поездке в Лискенский район. Ну а за шахматные доски спортсменки-интеллектуалки вернутся уже завтра. И это будет пятый раунд третьего этапа Гран-при Фиде среди женщин. В Кабардино-Балкарии возрождаются шермицы и старинные национальные казачьи игры. Совсем недавно юные представители Терско-Малкинского казачьего округа приняли в них участие и не безуспешно. Подготовку к своего рода службе в армии с ребятами прошла и наша съемочная группа. «Искусство верховой езды, полоса препятствий, кросс по пересеченной местности, стрельба по мячениям и строевая подготовка, статин, строин, уважение, достоин». Всего в программе «Катлеревских шермицей» 2011 – 9 пунктов. Задания для школьников, а они представляли 6 команд из Майского и Прохладинского районов, были непростыми. В основу современных шермицей положены станичные игры, которые приурачивались раньше к праздничным датам. И кроме развлекательного аспекта имели и глубоко практический характер. Для молодых – опыт, а для бывалых казаков – тренировка. «Для нас, казаков, очень важно, чтобы молодежь сохранила традиции своих предков и прежде всего физическое здоровье, прежде всего, чтобы они были всегда готовы защищать свое отечество». Александр Казков, несмотря на школьный возраст, орудует шашкой, как бывалый казак. Также мастерски владеет он и рубкой лозы. В итоге 16-летний Александр, не имея особых навыков, выигрывает. Видимо, генетическая память не подвела. «Должны не только мальчики знать все это, но и девочки тоже должны участвовать в таких соревнованиях, узнавать историю своего казачества». «Казачьи игры – это не рядовое событие. Они позволяют привлечь молодежь к спорту и сохранить народные традиции», считает атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества Николай Любуния. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. «Вести утро» Кабардино-Балкария. «Вести утро» Кабардино-Балкария. На этом завершают свои работы. Я с вами прощаюсь до завтра. Удачного начала рабочего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова